Итак, всем привет! В этом видео речь пойдет про Cubase 12, как установить на macOS Cubase 12. Показывать я буду на примере своего MacBook Pro, а после объясню, как это делается на компьютерах Hackintosh. Делать там нужно так же, как и на настоящих компьютерах Mac. Поехали! Итак, для начала мы выключаем наш Mac. На Hackintosh достаточно перезагрузки. Теперь включаем компьютер. На чипах М-серии это просто кнопка включения и держим. То есть нам нужно при кайвере. Включаем Mac. Так, вот наши параметры. Выбираем параметры запуска. Нажимаем продолжить. Здесь нажимаем «Забыли все пароли». Подключаемся к Wi-Fi. Это что касается Mac. Вводим Apple ID. Сейчас я введу Apple ID и вернусь. Теперь нажимаем «Войти в режим восстановления». Нажимаем «Утилиты», «Терминал». И внимательно смотрим. Нам нужно отключить System Integrity Protection. Пишем команду «csr-util». «Disable». Подтверждаем. Подтверждаем. И вводим пароль от учетной записи компьютера Mac. Ожидаем. На Hackintosh тоже самое, но чуть попроще. Вам нужно зайти в Recovery. Отключить SIP. Далее пишем команду «csr-util». «Authenticated-root-disable». Это обязательно. Вводим пароль. Все, перезагружаем наш компьютер. После того, как мы отключили SIP, то есть защиту целостности системы, открываем Cubase, который я скину в Telegram канал. То есть вот он 12.0.20. Первое, что мы ставим здесь, это Library Manager. Просто берем и устанавливаем. То есть как и есть. Либо с официального сайта берем Library Manager, либо вот прямо здесь. Вводим пароль от системы. Установили. Далее нажимаем на этот установочник. Продолжаем. Нажимаем просто «Установить». И ожидаем. SIP отключать обязательно. Что касается Hackintosh. В OpenCore выбираем Recovery. Заходим. Вводим две команды, которые были показаны в терминал. Потом перезагружаем компьютер. И все. Либо в OpenCore есть еще такая кнопочка «Taggle SIP». Если она у вас активна, можем через нее SIP выключить. Но лучше командами из Recovery. Немножечко подождем. Буквально чуточку. Так. И пробуем запускать. Уже установлены Cubase. Cubase 12. Вот он. Запускаем. Нажимаем «Создать». Пожалуйста. Все работает. Не знаю, как насчет обновлений. Надо смотреть. Я посмотрю. И сообщу в сообществе канала, как оно и что. На данный момент вот так вот просто. На этот раз это Cubase Pro. Это не Elements. Это уже Pro-версия. Посмотрим. Поиспользуем. Друзья-музыканты. Надеюсь, будет это видео полезно. Не только музыкантам. Может, кому-то еще нужна эта программа. Так как я помимо канала еще и музыкант. Мне нужна эта программа. Но, судя по просмотрам роликов касательно Cubase 11, macOS BigTure, Cubase 11 на Windows, есть у меня подписчики, которые интересуются данной темой. Так что вот вам вариант, как будет с обновлениями самого Cubase. Мы посмотрим. Надеюсь, что будет еще какой-нибудь другой вариант. Мы также снимем ролик на эту тему. Если этот ролик был полезен, понравился, поставь лайк, напиши комментарий, поделись своим мнением, поделись видео со своими друзьями, знакомыми. С вами был Андрей. До встречи в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok